Тем временем на Донбассе сегодня было относительно спокойно. С начала суток боевики нарушили перемирие шесть раз, сообщают в штабе ОТОМ. Но заметно активизировались вражеские диверсанты. Для своих вылазок они используют села в буферной зоне, жители которых оказались заложниками ситуации. Наш военкор Ирина Баглай знает подробности. Жители села Южное приехали, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию. Здравствуйте. Надо идти с женщинами. На карте ОТО и Южное, и его жители уже на подконтрольной территории. На самом же деле военные держат его только под зрительным контролем. И то не все. Пивдена расположена, оно практически переходит в Горловку. Несмотря на то, что это Торецкий район. Зайти в село значит поставить под удар и себя, и местных жителей, объясняют военные. Наемники фактически на окраинах села. Причем свое присутствие не скрывают. Обозначили себя флагами. Даже заранее стреляли уже с Калаша. Любую посадку убирают, чтобы им лучше стрелять. Житель села проговорился. Роют боевики практически у них под дворами. Но вместе с тем присутствие в Южном боевиков мужчина отрицает. До Горловки за продуктами местным ехать гораздо ближе. Но говорят, не по карману. Хлеб бывает, привозят такой дешевый хлеб. Ой, мясо, я даже не смотрю, мы забыли, что такое мясо. Сало 150, 200, 200 с лишним килограмм сала. Колбасы тоже очень дорогие. Раиса Андреевна в Торецк приехала, чтобы получить статус переселенки. В Горловке негде жить, дом разбит. Власти так называемой ДНР пообещали дать квартиру. Сейчас на квартирной очереди стоим. Там квартиры выдают? Ну поставили на квартирную очередь. А что, строятся или как? Ну нет, наверное, бывшие какие-то. Какие-то, кто-то может побросал. Военные не раз со стороны села Южного фиксировали выходы разведгрупп боевиков. Заходят каждый день, причем заходят. И даже через них подходят сюда. Пытаются местных, пытаются завербовать их, чтобы они рассказывали, что тут делается, что они видят. Чтобы и людей не бросить на произвол и не пропустить вражеских лазучиков, военные составили базу зарегистрированных в Южном жителей. Через блокпост ходят люди, которые действительно проживают в Пивденном. То есть у них в паспорте записана регистрация. А те, кто реально проживают в Горловке, конечно, здесь не пройдут. А вот местные советы Торецка и Железного, по словам военных, от этой проблемы просто отмахнулись. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.